Трёхграммовый пакет зелёного чая и пятиграммовый пакет муки. Хуль так мало-то? Нам нужен какой-то псевдоним. Залумбек тут всем пиздюлей даст. Безопасность, ребята, это превыше всего в таком деле. Косячок будешь? Всем привет, друзья! С вами Болторез. И сегодня мы взглянем на новиночку Драг Дилер Симулятор. Давайте же поскорее взглянем, что это за игра. Нажимаем новое. Уровень сложности. Мамочка, помоги. Режим предназначенный для неопытных игроков. Передай-ка бонг. Средняя сложность. И оптимальный режим для игры. Тактические задачи под стать лучшим барыгам. Ну, не знаю, давайте пока выберем средний. Я думаю, этого будет нам достаточно. Ебать, уже 11 часов. Да-да, идите все нахуй, говорит главный герой. А вот мы и начинаем наше опасное приключение. Главный вопрос, чья это история? Моя или твоя? Ну что, выясним вместе. Косячок под рукой. Запомните, ребята, наркотики это плохо. Ну, в больших количествах, разумеется. Мы разъебали будильник. Господи, что там на улице за ужас? Кто покрышки, блядь, жжет? Входящий вызов, зажмите таб проверить. Так, зажимаю таб, хорошо. Эдди. Некий Эдди нам решил позвонить. Ё, надеюсь, ты уже проснулся. Уж после вчерашнего я хотел дать тебе выспаться, но тут всплыло одно проблемное уебище, с которым нужно немедленно разобраться. Буду ждать тебя на главной площади рядом с моей хатой. Приходи, как протрезвеешь. Хорошо, Эдди, я тебя понял. Первое задание. Вы можете проверить свои текущие задачи, нажав таб и перейдя в раздел органайзер в верхней части экрана, чтобы посмотреть дорогу. Используйте карту М. Там вы найдете маркеры заданий, клиентов и многое другое. Хорошо. Слушайте, пока... Да, старый добрый Эдди. Он начальник отдела логистики. Так что будет лучше его слушать. Познакомься с ним, он подготовит я к работе. Все идет довольно плавненько, мне это очень нравится. Ключи от квартиры. Так, ага, персонаж. Значит, у нас здесь имеются какие-то прокачки, ребята. Опыт, уровень, господи, органайзер. Список задач, встретиться с Эдди. Хорошо, в инвентаре у нас ничего нет. Ключи от квартиры. И что, и куда в них? Быстрое использование. Карманы. Ключи от квартиры, теперь ваши связки ключей. Вы можете открыть соответствующую дверь. Пиздец, а что так сложно-то? Это прям вообще какая-то РПГ серьезная. Рюкзак я взял. А гитару я могу взять. Пару аккордиков ебануть, нет? Активировать рабочее место. Сейчас рабочее место недоступно. Ага, у нас тут есть компьютер. Ну хорошо, давайте тогда, я не знаю, использовать ключ, отпереть, открыть. Очень интересно. Пока все выглядит очень здорово, ребят. Давайте мы выйдем вообще на улицу, осмотримся, где мы проживаем. Это наверняка какое-то гетто. Ну да. Пиздец. Ну и райончик. Давайте откроем карту. Вообще посмотрим, какого размера здесь государственный порт. Старая пристань. Так, это наш дом. Встретитесь с Эдди. Ну неплохо, неплохо. Карта довольно приличных размеров. Так, сходим сейчас к Эдди. Давайте с ним поговорим, что там за уебище, какие проблемы нам нужно решить. На улице я никого не вижу. Ммм, люблю запахшим по утрам. Действительно, гетто вообще никого нет. Все прячутся по домам, наверное. Так, а вот и Эдди. Вот наш дружбан сидит. Эй, Эдди. Ты пришел. Отлично выглядишь. Присаживайся, я веду тебя в курс дела. Хорошо, давайте присядем. На С, да? Я присел. Что стряслось-то, Эдди? Косячок будешь? Ой, блядь, а что бы нет-то? Конечно, давай. Держи, эту травку ты будешь продавать. Так что сначала попробуй. Ну, слушайте, ребят, это на самом деле все правильно. Надо знать, что мы продаем. Знаешь что, когда у меня появляются так называемые сомнения, я прихожу сюда, сажусь и просто наблюдаю за всем этим дерьмом. Знаешь, сколько вбухано в каждый из ад в США? 25 лямов. Это всегда напоминает мне о том, кто мы для них. Помогает сосредоточиться. Ну да ладно. Как прошла туса? Блядь, я не знаю, нам не показывали. Ааа, с вами ебланами малолетними такое происходит частенько. Черт, а я-то уже стар. Если бы я так кутил целый вечер, то потом бы отходил всю неделю. Так, ладно, хорошо. Ты пришел в себя, пора работать. Слушай внимательно. Я твой главный и единственный связной в картеле. Все вопросы, связанные с бизнесом, ты обсуждаешь исключительно со мной. С этого момента я одновременно твой папочка, босс и блядь, женушка. Нужна травка? Пишешь мне. Получил бабки для картеля? Передаешь их мне. Обосрался от страха? Сообщаешь мне и меняешь подгузники. Начнем с классики. Трава и фен. В закладке за супермаркетом ты найдешь три сертка. Забери их и возвращайся домой. И садись за ноут. Скоро тебе напишут клиенты. Продашем товар и скоро я снова к тебе зайду. Вопросы? Блядь, у матросов нет вопросов. Наркотики продаются через ноут. Как мне найти закладку? Давайте узнаем, как найти закладку, чтобы мозги там не ебать. Ты парень умный, разберешься? Ну да ладно, нужно работать. Мне пора. До встречи. Хорошо, Эдди. Я-то, блядь, тут зиги метаешь. А как мне встать-то? Ага, ну пробел, все. Мы получили опыт 60 экспы, ребята. Если ты вдруг не знаешь, закладка это скрытые точки, где был сброшен товар. Именно там ты можешь найти. Мусорные баки, яма, большая трещина в стене, да, все что угодно. Обычно они помечены каким-нибудь символом, так что с их поиском проблем быть не должно. Окей, давайте мы сейчас, ребята, откроем карту, посмотрим. Вот он звучит супермаркет. И где-то рядом лежит закладка. Хорошо, у меня какие-то две задачи. Левая кнопка, чтобы разблокировать. Фонарик. Так, а где он там? А, все, понял. Если мы зажимаем тап, мы берем в руки телефон. А если просто нажимаем тап, у нас открывается вот такое вот менюшечка. Хорошо. Найдите закладку. Ага. Все, одна задача доступна. Все понятно, ребята. Ну что, давайте попробуем поработать на Эдди. Посмотрим, что из этого получится. Нам нужен какой-то псевдоним, ребят. Чтобы не спалиться, потому что все настоящие наркобароны имеют какие-то клички, так скажем. Например, Уолтер Уайт был Хайзенбергом. А мы давайте будем каким-нибудь Залумбеком, я не знаю, Абрыгановичем. Вот. Чтобы нас никто не мог найти. Блядь, нужна карта. Ох, ебать, я куда-то вообще ушел. Вот это, что ли, супермаркет? Ага, значит, вот с этой стороны где-то есть закладочка. Где-то здесь у нас закладушечка, да, должна быть? Ребята, внимательно-внимательно осматриваем. Так, сначала, сначала нужно посмотреть, чтобы никто не шел. Показываю. О, мы еще можем вот так выглядывать. Хорошо. Чтобы не было палево. Делаем вид, что мы просто гуляем. Сука, где закладка, твою мать? Ага, где-то вот с этой стороны должно быть. Вот же он, видишь? А, вот помечено. Все понял, ребят. Искать вентиляции. Предупреждение. Предметы, которые слишком долго хранятся в публичных местах, могут быть украдены. Я, блядь, уграду. Трехграммовый пакет зеленого чая. Так, все понятно. И пятиграммовый пакет муки. Окей, а как нам это все взять? Я в рюкзак как-то могу? О, вот содержимое рюкзака. Все понял. Ребята, закладочку взяли. Отлично, теперь я отправляюсь себе домой, садись за компьютер. Тебе скоро напишут первый клиент. Давайте прямо на шифте будем съебывать, потому что, мало ли, может за нами следили. Тебе будут приходить уведомления о новых сообщениях на телефон. Но прочитать их можно только в зашифрованном приложении на компе. Хорошо. Забегаем, смотрим. Нас никто здесь не пасет. Хвоста нет. Хорошо, поднимаемся в хату. Ага, вроде слежки нет. Закрываем сразу на щеколду, блядь. Где мы, шпингалет? Нет, шпингалет. Ладно, потом прикрутим. Зажмите тап. Что у нас здесь имеется? Какие-то пришли новые сообщения. Давайте посмотрим. Пролистайте с помощью QE, вызовы, сообщения. Прочитать сообщения. А, мне на телефон, походу, просто пришли уведомления, что, видимо, на компе у нас, да, есть какие-то сообщения. Итак, это ShadyCom, специальный коммуникатор в Даркнете. Через него ты заказываешь товар у Эдди. Все понял. И здесь же клиенты связываются с тобой. Тут есть и другие функции, но о них мы поговорим позже. Вот так, хорошо. Давайте разберемся. Рабочий стол, статистика. Это то, что у нас сейчас, да, или нет? Цена продажи, редактировать. Клиенты. Саманта. Саманта кто, блядь? Корисуп? Ебать, ну и фамилия у тебя. Не то, что Злумбек Абрыганович. Йоу, Мариванна, мне нужно срочно 3 грамма. Мариванна. Ага, понятно. Зеленого чайку, значит, да, у нас захотела Саманта. Окей. Так, а что, как пометить, как прочитанное? Ожидаемое качество. Ох, ебать, здесь еще и качество товара, что ли, есть. Ни хрена себе. Хорошо, пометили, как прочитанное. Педро. Привет, у тебя осталась скорость. Я бы взял 5 грамм. Ага, видимо, это мука. Хорошо, отмечаем. Педро, значит, муки решил. И здесь Берта решила тоже попить чайку. Хорошо, значит, девчонкам чай, а Педро муки. Педро у нас пекарь, видимо. И что мне делать-то? Отправить? Ну, давайте попробуем Педро. А, то есть вот так вот, да, подтвердить текущий заказ. Уже еду, готовь бабло. Хорошо, Берта. Значит, мы подтверждаем. И Саманта, соответственно, тоже. Ага, все понял, как это работает. Опять мы получили экспы. Через шедяком вы можете заказывать наркоту. Выберите человека с безконтакта, расчетите поле ввода в чате. После подтверждения заказов я это буду показывать. Ребят, вы с этой подсказкой немножко опоздали, знаете. Я уже сам разобрался. Тебе наверняка понадобится этот сексуальный красный рюкзачок. Ты, наверное, привык к этим девчачьим казуальным играм, где деньги хранятся в волшебном облачке, под саной подушкой убога. Но тут такая херня не прокатит. Ребят, это серьезная игра. Тебе нужно место, чтобы носить наличку. Учти это перед тем, как приступишь к обслуживанию первых клиентов. Но опять же, я уже рюкзак-то взял. Удерживайте Б, чтобы бросить рюкзак. А зачем я не хочу? Ну вот у меня получается карман. Есть еще размер 2,2 из 50 вес. Это странная хуйня. Ладно, это мы разберемся. У нас есть заказы. Нам что нужно сделать? Нам нужно раздать. Доставить чай и муку. Окей, отправляемся. Так, внимательно, чтобы никого не было. Закрываем дверь. Подождите, а что это такое тут за лампочка какая-то горела? Ребят, что это за хуйня? Вот. Что это за лампочка? А, господи, свет. Естественно, надо выключать. Хули, блядь, электроэнергию сжечь будем. Хорошо, спускаемся. И давайте найдем этих ребят, которые решили отдохнуть. Так скажем. Карта. Они здесь у нас отмечены. Давайте мы сначала сходим к Педро. Избавимся от муки. Так, никого здесь нет. Хорошо, спокойно. А что город такой мертвый, блядь? Почему вообще никто здесь не шароебится? Ага, Педро где-то здесь за домами стоит у нас. Педро? Ты где, сукин сын, а? Ты легавых не привел? Педро? Ага, вот он. Ебать. Хуя ты какой красавец. Привет. Это ты, барыга? Есть доза? Да, конечно. Так, сбросить наркоту здесь. Хорошо. Значит, у нас вот он, пакетик муки. Все. Один. Размер, значит, один пакет тоса. Пять грамм. Хорошо. Контрол, перетаскивай сколько хотите. Так, ага. Перетаскивать по одному. Принять. Получено наличные 50 баксов. Я что, забыл об этом рассказать? У рюкзаков тоже есть недостатки. Чем больше рюкзак, тем медленнее ты бегаешь, и тем подозрительнее выглядишь для полиции. Ага, здесь все-таки мусора есть? Я предупредил тебя. А что с этим делать, решай сам. Ну не знаю, я пока вообще никого не видел. Вот у нас есть наличные. Хорошо. А я могу, Малик, допустим, куда-нибудь вот в задние карманы, да, смотрите-ка, ребят. Можно все это сделать-сделать. Давайте будем, как говорится, отделять мухи от котлет и положим деньги в карманы. Потому что деньги носить в рюкзаке, ну это пиздец, слишком палевно. Я так считаю. Посмотрите-ка, вон там кто-то появился. Нет, здесь ходят. Город-то оказывается живой, ребят. Мне кажется, лучше не светиться, не бегать по улицам. Так, это наш клиент там стоит. О, да, это, ребят, это Саманта. Саманта решила с утреца чайка испить. Ебать, Саманта! Ты хоть, я не знаю, к косметологу бы сходила, что ли? Наконец-то у тебя есть став. Да, держи. Контрол, да, получается. Или через альт по одному, ну-ка. Отлично. Нужно научиться, ребята, это делать быстро, как настоящий профессионал. Но пока что у нас залумбек слишком медлительный. Скоро мы получим уровень. Если я все правильно понимаю. И где-то здесь Берта. Ага, я понял, где она стоит. Возле того места, где мы забирали закладку. Вовремя мы забрали. Вот она. Ебать, ты откуда сбежала? С какого табора-то, а? Здоров, у тебя есть что-то для меня? Да, конечно, я все принес. Вот, держи. Вот так, принять. И мы получаем второй уровень, ребятам. Сам по себе. Супер, вы только что совершили несколько первых продаж и заработали немного денег. Скоро клиенты закажут еще. Подойдите к компьютеру, чтобы заказать больше дури у Эдди и пополнить свой запас. Хорошо. Ну-ка, давайте посмотрим, как это... Ох, вот это я понимаю, анимация, ребят. Мы можем быстро съебывать. Ну-ка, давайте попробуем. Допустим, за нами погоня. Нахуяк и прям жопой на кактус. Отлично. Так, обходим это дело. Мне там какие-то сообщения пришли, но я сейчас домой забегу и потом мы все это дело почитаем. Безопасность, ребята, это превыше всего в таком деле. Палиться вообще нельзя. Один раз спалишься и все, и пиздец. Так, включаем свет. Где ж пингалет, сука, не прикрутил до сих пор? Доступна задача. Зажмите таб. У нас есть новое сообщение. Давайте-ка мы его проверим. Эдди. Нам написал Эдди из картеля. Так, слышал, продажи пошли в гору. Молодец. Если понадобятся наркотики, пиши мне. Я отправлю тебе сообщение, в котором распишу, где и когда искать сверток. Ну, давайте напишем ему. Сделать новый заказ. Создать новый заказ. Ну, допустим, я хочу приобрести чай. Здесь мы что, показываем сколько грамм или нет? Подождите, у нас 5 баксов за 1 грамм, правильно? 5 баксов? Да. Да-да, все правильно. Значит, 10 грамм мы хотим купить. И у нас имеется лимит на 130 баксов. А сколько у нас вообще всего? То есть у нас и есть 130 баксов. Давайте проверим. А нет, у нас получается вообще 110 баксов. А я могу, допустим, как-то их дома... Да, слушайте, ребята. Мы можем дома это все оставлять. Что-то доступно очки навыка. Ага. У нас есть навыки. Так, фактор риска хороший. Мальчик, нарко-ниндзя. Осталось навыков. Карманы. Увеличивает количество карманов. Можно носить больше вещей без рюкзака. Выносливость. Ну, я так понимаю, да, мы можем бегать и прыгать. Дольше спортсмен. Увеличивает скорость бега и позволяет легче уйти от полиции. Скрытность. Уменьшает вероятность попасть в поле зрения полиции или оказаться на контроле. Влияет на скрытность ночью и снижает вероятность того, что полиция решит вести обыск днем. Ага, то есть нас могут останавливать еще мусора. Дает небольшой шанс на то, что полиция не найдет наркотики в инвентаре при обыске. Торгаж. Повышает цену, которую можно требовать за товар и немного увеличивает количество продаж. Уменьшает время необходимое клиенту для того, чтобы сделать новый заказ. Сокращает время появления нового покупателя. Вот это очень, кстати, неплохо. Именно прям, чтобы бабки рубить. И талантливый ученик. Так, значит, это увеличивает очки опыта за продажи и задания. Более 50% дает дополнительные 2 очка на за каждый уровень. Слушайте. Нет, все-таки я, наверное, вот сюда в первую очередь буду вкидывать. Потому что пока мы не видели ни одного, так скажем, мистера полицейского. Я не думаю, что они представляют какую-то опасность. Так, а что это такое? Ах ты сука, получается не по одному очку тому, блядь, тратим, а вот по тому, сколько здесь написано. Все понял, все понял. Ну хорошо, талантливый ученик. Это нужно качать в первую очередь, мне кажется. Потому что потом смысла вообще нет. Окей, с этим мы разобрались. Заходя в ноутбук, значит, у нас 110 бачинских есть. Давайте зайдем к Эдди и завершим заказ. Значит, возьмем 10 граммов вкуснейшего чая. Так, добавляем. И муки. Пожалуй, сделаем какие-нибудь плюшечки, да? Так, 10 грамм это слишком дохуя. У меня просто столько денег не будет. Ну давайте 5. Так, а что так дохуя-то, подождите? А, получается это самый минимум, да? Подождите, а как я тогда куплю, если у меня всего 110? Доплатить. Так, а здесь что-то у нас без перевода. Ну похуй, давайте, короче, заказываем чай с мукой по 10 грамм. Скажи ребятам, что мне нужна АГА. И что? А как я буду расплачиваться? Или это как-то в кредит мне что ли дается? Доставка заказа может занять некоторое время. В основном это зависит от объема заказа. Всегда продумывайте это заранее. Эдди сообщит вам, когда сверток можно будет забрать. Тем временем вы можете заняться другими делами или подождать. Нажмите Т, находясь в укрытии, чтобы открыть нижнюю ожидание. Окей, давайте сейчас нажмем на Т, посмотрим. А, понял. То есть это можно таким образом проматывать время. Ну хорошо. Что-то там нам пришло. Новое сообщение. А почему я вот эти новые сообщения не могу прочитать через телефон? Или могу, но я что-то не туда, куда-то нажимаю. Ладно, похуй. Пришли какие-то сообщения. Давайте прочитаем. Так, Эдди. Лады, должно быть готово где-то через 30 минут. Я еще черкану. Хорошо, спасибо, Эдди. Так, понятно. Ребята здесь хотят еще побаловаться, да? Педро решил... Ага, 2 грамма, да? Аберта? Хочет шустрика тоже загнать, да? Я вас понял. Я вас понял, ребята. Сука. Ну что там Эдди тянет-то? Давайте подождем до 30 минут. Отлично. Привлечение новых клиентов. Пока что у вас 3 клиента. Неплохо, но на этом далеко не уедешь. Чтобы развивать свой бизнес, вам нужно открывать новые районы и поддерживать высокий уровень уважения. Подойдите к компьютеру, чтобы узнать больше о том, как начать продавать товар в новых районах. Сверток из закладки. Заберите у товара гаражи в старом городе. Хорошо. Значит, ребят, что мы сначала делаем? Сначала мы забираем свертки. Все, сверток ждет. Окей. И, я думаю, сразу оставляем и в местах закладок товар могут украть. Я им, блядь, сейчас украду. Залумбек тут всем пиздюлей даст. Подтверждаем так и Берта, Берта, да? Нет, кто там? Саманта. Да, сразу подтверждаем. Значит, что мы делаем, ребят? Мы забираем наш товар. Сейчас мы найдем закладочку. И по пути продаем его. Блядь, ну у нас там еще останется дохуя. Надо будет, наверное, зайти домой и лишнее все это дело скинуть. Где закладка? Ага, сходите в магазин на заправке. Нахуй мне в магазин на заправке. Вот. Драк пакет, хорошо. Нас отправляют в какой-то магазин, ребят. Не знаю зачем. Новая доставка. Ага. Спокойно, спокойно, блядь. Там собака лает, ребят. Мне это не нравится. Собаки эту дрянь чуют. Так, вот вижу. Ага, закладочка. Отлично. Просто шикарно. А можно как-то? Ага, вот так вот, ладно. Теперь смотрим, где у нас... Подождите, зажмите. Почему у меня три человека высвечиваются на карте, когда заказывали всего двое? Йоу, поговоря, вот ситуация с шинами взбесила властей, поэтому теперь на твоей улице появится больше копов. Не забывай про патрули, когда будешь бегать по городу. Они могут доставить проблем. Залумбека еще никто не ловил. Ой. Блядь, это не мент. Давайте выглянем. Хорошо. Еще раз. Какого хуя у меня на карте высвечиваются три покупателя, когда... Берта, Педра и Самата. Ага, все понял. Третий все-таки подключился, да? И решил тоже немножко побаловаться. Окей. Здесь лысый парень у нас покупал. Ага, видимо, они сейчас где-то вместе здесь тусуют, да? Саманта. Наконец-то у тебя есть став? Да, конечно. Что ты там хотела? Угу. Так. Чайка, да? 10 грамм свертки. Ей нужно 2 грамма. Подожди, куда ты ей всю пачку-то ебанутый что ли? Перетаскивать по одному. Подождите-ка. Высуши. Control плюс перетаскивание. Выберите, сколько хотите сбросить. Ну. А почему? Почему никак? Еще раз, ребят. 10 грамм в свертке. Ей нужно 2 грамма. Так 10 грамм это же самый минимум. Подождите-ка. Не, давай сделаем это. Я забыл кое-что сейчас свернуть. Подожди, подожди, женщина. Ты что, охуела? 8 грамм тебе лишних что ли я буду отсыпать? Нахуй ты мне такая нужна? У нас дома был какой-то стол. Возможно, здесь мы можем, я не знаю, как-то расфасовывать товар. Давайте проверим. Такие просто 2 грамма. Куда ей 10? Она убьется нахуй. Пусть доплачивает она. Так, где? Вот, вот, вот. Для начала обучения нажмите на рабочее место. Активировать рабочее место. Это комплексы оборудования, состоящие в основном из мебели. Здесь вы можете настраивать свою лабораторию и хранить наркотики и вещества, предназначенные для смешивания и обработки. Также здесь продукт расфасовывается. Вот, ребята, в соответствии с громовками и готовится к продаже. Нажмите «Ай» находиться в рабочем месте, чтобы посмотреть руководство по рабочему месту. Хорошо. Итак, ты находишься в режиме рабочего места. Здесь можно заняться лабораторией, смешивать ингредиенты и создавать все, что захочешь. Помнишь школьные уроки химии? Вот и я, нет. Да и хуй бы с ними, правильно? Подробности найдешь в руководстве рабочего места. Так, нажимаю на подробности. Емкости. Так, режимы работы, функции, химия. Ребята, господи, сколько здесь всего! Но это я потом прочитаю и все вам расскажу. В первую очередь, что нам нужно? Нам нужно режим «Выбрать положить объекты списка АД». Нажмите «Таб» и переключите режим размещения. В этом вы можете размещать и добавлять на столе, положить их обратно в инвентарь. Хорошо, я нажимаю «Таб». Вот у нас есть зеленый чай. Положили. Теперь нам понадобится кое-какое оборудование. Снова нажмите «Та» для переключения в режим оборудования. Поставьте рядом несколько им костей, чтобы можно было положить туда на хранение кое-что. Средняя банка, маленькая, большая. Лоток для смешивания. Давайте поставим, допустим, среднюю банку. Максимальный объем 20. Сейчас там... А, я понял, кажется, да, ребят? Теперь положим вещество в емкость. Есть два способа. Выберите емкость. Затем нажмите на «Добавить вещество». Либо просто перетащите вещество в емкость и используйте... Ну да, просто перетащить это будет... Проще. Подобрать. Все. Нет. Блядь, нихуя понять не могу. Нажмите «Тап», чтобы сменить режим. Вот, берем. Чтобы работать с объектами или открыть настройки, в режим лаборатории. Подобрать. Удерживать. Бросить в рюкзак. Я так понимаю, мне нужно высыпать сначала в банку то, что у меня есть, а потом уже из банки мы будем доставать, сколько нам нужно. Теперь положи вещество в емкость. Для этого есть два способа. Выберите емкость. Выбрал. Активирую рабочее место. Средняя банка. Правая кнопка. Добавить вещество. Сначала добавьте исходное вещество. Выбрать. Нет наполнения. Выберите емкость, блядь, левой кнопкой мыши. Затем добавить вещество в опциях нужной емкости. Добавить, блядь, вещество. Нет, почему нет? Потому что на столе не лежит, правильно? Ёб твою мать, это что за сложности такие? Кто нахуй это придумал? Добавить вещество. Нет исходника. Да вы ебанулись нахуй что ли? Вот, я выбрал. Либо просто перетащить вещество в емкость. Вот, выбрано. Перетаскиваю. Ебать. Ну, к этому надо привыкнуть. Какая, что ты мне такое пишешь? Просто чай. Все. Это у нас будет чаек. Хорошо. Так, у каждого оборудования есть свои опции. Одна из них упаковать продукт, где вы можете выбрать в каких количествах и поскольку граммов упаковывать это самое. Если вам нужны дополнительные сведения, рабочем месте нажмите, а и откроется руководство. Ну, хорошо, с этим я разберусь. Мне нужно расфасовать. Как я должен вообще действовать? Упаковать продукт. Упаковать продукт. Новый сверток мы делаем. Так, хорошо. Два. Нам нужно в количестве двух. Или подождите. Ёб твою мать, нихуя себе. Это что так сложно-то? Это реальный симулятор драгдилера? Что мне там ребята заказывали? Они, по-моему, сейчас уже откажутся. Уже ждать, наверное, заебались. Значит, муки два грамма надо. Еще муки два грамма. И чая два грамма. Подождите, а мы всем там нет ответили-то. Значит, чай нам нужен. Это, сука, стоит на месте. Новый сверток. Два грамма в количестве одной штуки. Создать. Все. Добавить в инвентарь. Шикарно. Что теперь я делаю? Теперь вы можете сохранить свою игру. Это можно сделать с помощью видеофона в вашей игре. Да подожди ты, с сохранением. Мне нужна еще одна средняя баночка. Давайте вот ее наверх поставим. Спокойно. Активировать рабочее место. Нам нужно переименовать, во-первых. Добавить, редактировать этикетку. Ёмкость пуста. Ага, в ней ничего нет. Выкладываем, значит, муку. Теперь. Да нахуй ты ее подбираешь, долбоеб, блядь. Еще раз выложу. Выходим. Активировать. Активировать рабочее место. Вот я его активировал. Я выбрал амфетамин. И перемещаю сюда. Так, хорошо, я понял. Что ты, что ты такое пишешь к гадости? Что это вот за ужасные слова? Такая мука. Все, сохраняем. Теперь настройки. Упаковать продукт. Значит, по 2 грамма в количестве двух пакентосов. Добавите. Все, ребята, ребятишки. Я разобрался. Залумбек Абрыганович готов. Так, это что такое? Загрузить. Нет, нам загружать не надо. Мне нужно сохранить. Где сохранить игру? А через главное меню я могу. Какой-то видеофон. А где он? Подождите, это загрузить игру. Пиздец, ну и перевод. Пожалуйста, подождите одну минуту. Хорошо, вроде как мы сохранились. Поэтому давайте, ребята, сходим и попробуем все это дело аккуратненько раздать. Я думаю, 110 баксов мы сейчас отложим. Интересно, а почему я деньги? Не отдал за закладку. То есть, картель мне просто поставлять, что ли, бесплатно? Или, я не знаю, какой-то процент мы с него отдаем? Или, может быть, потом нам придется отдавать деньги? Нихуя нам потом счет выставят. Я просто охуею. Итак, я надеюсь, ребята не разошлись. Ага, где-то здесь у нас уже клиент ожидает. Так, все, понял. Привет! Это ты, Залумбек? Да, это я. Блядь, а что я на... А, амфетамин. А, какой амфетамин? Господи, болтарец, что ты несешь? Женщине нужна мука. Так. Что? Что за гадости вы такие здесь пишите? Аккуратно, аккуратно. Смотрим, чтобы не было легавых. Все, забегаем во двор. Опачки. Педры, нихуя ты меня напугал. Да, конечно, держи. Держи, братишка. У меня здесь уже все расфасовано. Все как надо. Это здесь еще была женщина. Ай, блядь. Давайте, может, я не знаю, и оплатим косметолога, чтобы она привела себя в порядок. Вроде в юбке, в муске. Должна работать, наверное, где-нибудь на кассе. Не знаю. В Сбербанке, может быть. Все, мы все это дело раскидали, доставили. Давайте мы, наверное, сейчас сходим домой. Никто здесь не пасет. Хорошо, скинем бабки. У нас есть какие-то доступные задачи. Посмотрим, почитаем. Так, закрываемся. Деньги обязательно сразу, да. Что-то 68, а хуй так мало-то? А, наверное, в первый раз я просто побольше отсыпал муки и чая, да? Доступные задачи. Новое сообщение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то там нам Эдди написал, по-моему, нет? Зоны доступные для разблокировки. Восточный старый город. Минимальное уважение 700. Минимальный уровень барыги 2. Но это у нас, я так понимаю, все есть, да? Среднее время доставки круто. Не отлично, не ужасно. А что это, блядь, клиенты-то еще не удовлетворены? Я не понял. Комендантский час начнется через час. Ага, то есть ночью, получается, нам нельзя выходить, что ли? Ну, по идее, мы будем ходить ночью. Потому что, в основном, убийцы-то хотят в это время, да? И будет это все намного опаснее. Хорошо, давайте мы разблокируем следующую зону. Следующая зона Старый рынок. Нужно еще уважение и четвертый уровень. Восточный старый город. Ага. Выберите тег. Выбранный символ станет меткой вашей территории. Помечая территорию, вы повышаете уважение на территории продажи и поддерживаете стабильный поток клиентов. Давайте, ребят, подумаем, какой тег может подойти Залумбеку Абрыгановичу. Ну, если честно, вообще никакой. Ну, пусть будет вот этот. Вы можете купить где-нибудь баллончики с краской, например, на заправке, либо найти их в гетто. А смотреть, чтобы найти место для граффити. Купите баллончик с краской и четыре раза пометьте стены в восточном старом городе. Окей. Ну что, ребят, я этим, конечно, займусь, почитаю и посмотрю, как вообще работает здесь наше место. Что мы можем еще делать и встретимся в следующей серии. Потому что игра довольно неплохая. Я бы даже сказал, очень-очень прикольная. Есть оптимизация, все здорово выглядит. И довольно неплохой симулятор о том, как маленький человек из гетто решил стать наркобароном. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.